Здравствуйте! Это программа «За дело». Я Елена Афанасьева, и сегодня мы поговорим. А поговорим мы о прекрасных молодых людях, которые не ходят к родителям просить деньги. Они сами находят методы и формы того, как эти деньги зарабатывать. Что движет этими молодыми людьми и что нужно для того, чтобы в юном возрасте стать предпринимателем. Об этом мы сегодня и поговорим. Давайте посмотрим наш первый сюжет. На этих кадрах юный владелец фермерского хозяйства Дмитрий Списивцев. Мы уже рассказывали его историю в фильме о предпринимателях поколения «З». Прошло 4 года, и интересно узнать, как обстоят дела у Димы сегодня. Спойлер – дела идут хорошо. Мы сейчас находимся на складе. У нас здесь 610 квадратов. Склад состоит из четырех залов. Везде все у нас разложено по полочкам, по ячейкам хранения. У нас совершенно разные товары. Все связано с хозяйственным направлением. Дмитрий больше не занимается фермерством, но остался верен в сельхозотрасли. Он мог бы продолжать торговать фермерскими продуктами и птицей, но… В дальнейшем это все переросло в то, что люди стали запрашивать к ним поилки-кормушки, инкубаторы, различные товары, которые необходимы для содержания. Мы понимали, что нужно вместе с птицей продавать еще и, соответственно, дополнительные товары. Так родилась идея нового предприятия, в развитии масштабирования которого Дмитрий погружен с головой. Одна из самых популярных поилок. Она идет для всех сельскохозяйственных птиц в основном. Вот вы видите, у нас их порядка 400 штук. Из Волгограда привезли. Сейчас сезон, поэтому в большом объеме заказываем. Но плюс у них очень классное качество. И мы все-таки выбираем производителей так, чтобы у них была цена-качество соблюдено. Ну и, в принципе, чтобы хорошие отзывы были и хороший товар. Бизнесмен реализует свои товары через интернет. И его гипотетическим покупателем может стать 15-летний Николай Криванков. Коля – старший сын в многодетной семье фермеров. С детства помогал родителям по хозяйству. А с 11 лет стал сам разводить свиней. Ну вот, это две породы свиней. Это белая и венгерская мангалица. То есть венгерская мангалица, они более устойчивы к морозам и ко всему их шерсти. А белая, они больше приносят потомство и более мясные. Идея выращивать животных была сначала родителей. Они завели корову, хотели заводить свиней. Я рассказал это в лагере. Об этом узнали в администрации. И вот в район подарил поларосят. Все началось с двух голов. Сейчас в хозяйстве 25 свиней. Николай продает мясную продукцию жителям окрестных сел и приносит деньги в семью. Честно говоря, хотелось бы зарабатывать больше. Мы бы делали продукцию, конечно, больше. Но особо нет клиентуры на базе сел. Сельская работа для меня, конечно, иногда бывает тяжеловато. Иногда у меня за счет школы и работы по дому, иногда проходят небольшие перегорания. Прибыль мотивирует не бросать работу. Младшие братья Криванкову вслед за Николаем продолжают семейное дело. Разводят кроликов и кур. Коля не боится оставить на младших свою скотину, когда уедет учиться в вуз. В планах у предпринимателя поступить на IT-специалиста. Но пока все свободное время занимает свиноводство. У нас сегодня в студии есть Тимофей, который также молодой предприниматель. Сколько вам лет, Тимофей? 17. 17. Вы только заканчиваете школу? Да. А что у вас за бизнес? Я занимаюсь коммерциализацией научных разработок. Мы в основном занимаемся полимерной и биополимерной химией. И на основе того, что получаем в лаборатории, смотрим, в какую нишу это можно продать, как можно коммерциализовать. Например, одна из самых главных и основных разработок – это ткань из сельскохозяйственных отходов. Мы получаем целлюлозу, формуем волокно, и у нас уже готова ткань. Скорость мысли молодого человека. Он так быстро говорит, что я даже не успеваю понять, а они это делают. Ткань из пищевых отходов. Из пищевых в том числе. Но сейчас первично смотрим сельскохозяйственные, потому что их гораздо больше. Например, из чего ткань? Солома, ботва однолетних, отходы технической конопли, например. Это самые высокосодержащие отходы, где больше всего целлюлоза содержится. Откуда у вас возникла такая идея этот бизнес делать? На самом деле совершенно случайно. Познакомились с коллегой около полутора лет назад. Это значит, вам было еще 15? Да. Начинали, да. Когда было мне 15, познакомились. Просто сошлись на интересе в химии. Придумали такую историю. Пошли изучать, и получилось. То есть вы сначала были ботаник, химик? Ну, можно сказать и так. Я, в принципе, сейчас тоже совмещаю с научной деятельностью, потому что искренне люблю свои науки, и действительно тоже плотно их изучаю. Потому что без фундаментальных знаний в химии и биологии было бы очень сложно. Но очень умные ребята в химии были всегда. А вот то, что из этого в 17 лет можно сделать бизнес, это, по-моему, все-таки веяние нового времени. Когда вы поняли, что ваше увлечение можно поставить на коммерческие рельсы? Тогда, примерно понял тогда, когда пришлось сознание того, что в науке, к сожалению, очень мало денег. И чтобы заниматься действительно хорошей наукой и иметь хорошие лабораторные мощности, нужно это все равно по-любому продавать. И из этого выросло то, чем мы занимаемся сейчас. Как это устроено? Вы пошли кому-то предлагать свои услуги? Вы организовали маленькое предприятие? Мы пошли в разные акселераторы, программы поддержки молодого бизнеса, набрались знания, опыта, контактов и пошли по достаточно стандартной схеме. Проводили проблемные решенческие интервью, затем формировали продукт, коммерческое предложение, параллельно делали технологию. Сейчас мы отрабатываем уже последние этапы нашей технологии в лаборатории. И вот сейчас к концу года должны прийти уже к работающему предприятию, которое будет ежегодно выпускать примерно 10 тысяч погонных метров ткани. Где вы всему этому научились? Ведь это же не химия, это уже управление, бизнес, организация производства. На практике, только практикой, просто на каких-то ошибках своих, которые допускали. А как вот это было? Вы решили, вот не будем мы только учеными бедными, будем-ка мы свои научные достижения внедрять так, чтобы они нам деньги приносили. Пошагово, что дальше происходило? Пошагово формируется продукт, смотрится, как просто считаются тысячи статей, как это сделать, как бы идут какие-то шаги, допустим, интервью проблемные. То есть мы находим коллег из текстильного бизнеса, то есть это представители брендов легкой промышленности, домашнего текстиля, концептуальной одежды. Спрашиваем у них, что как по рынку, какие проблемы они видят, актуально ли им будет использовать наш продукт. Получаем какую-то, положим на обратную связь, формируем из обратной связи какой-то еще более точный продукт, который им необходим. И уже идем в научные исследования. То есть вы сначала придумали, что из отходов можно делать ткань, или вы сначала увидели эту проблему в отрасли и решили, что ткань может быть еще и из отходов? На самом деле эти процессы в нашем случае шли параллельно, но набравшись немножко опыта, мы поняли, что первично нужно искать проблему, потому что можно потратить достаточно большое количество средств на научную работу, при этом она ни к чему, к сожалению, не приведет. Поэтому нужно первично искать проблему, а затем уже тратить деньги на научные исследования и формирование продукта в целом. Ирина, чего больше в вашем взгляде сейчас сомнений или поддержки того, что это реально? Как вы относитесь к такому старту в 17 лет предпринимательства? У меня есть ощущение, что факторов, которые благоприятствовали такому старту, было больше, чем мы сейчас успели услышать. Поэтому если можно задать нашему спикеру вопрос, например, про роль родителей, еще кого-то, да, то есть ведь это же очень важна поддержка, это же не просто так. Расскажите все-таки нам эту историю более комплексно. Да, безусловно, родители вообще не имеют отношения к химии, оба работают в профессиях, связанных с Министерством транспорта, и на мою непосредственную деятельность они никак не повлияли. Но в плане поддержки в общем и целом, безусловно, то есть меня сначала слегка заставляли учиться, потом объяснили, почему это актуально и почему-то надо. Благодаря им я пошел как раз-таки в университет, на кафедру заводовского образования, а не остался в своей школе. Поэтому влияние они на меня, безусловно, оказали, но это было влияние исключительно, скажем так, психологическое, в плане материальных каких-то связей они мне не помогали. А учителя? Наставники, может быть, были какие-то, которые способствовали этому всему? Да, учителя, безусловно. Я учился в школе, в которой училась моя мама, и она училась у этих же учителей. И вот учителя действительно серьезно тоже на меня повлияли. И многие качества, которые у меня есть сейчас, привиты именно ими. Допустим, самоуверенность в том, что я делаю, и какие-то подобные истории, да, это благодаря ним сформировалось. А можете вспомнить конкретных учителей, кто вот такое влияние? Да, например, из того, кого больше всего помню, это Храпкова Светлана Николаевна, учитель истории. Я никогда... Не химии? Не химии, нет. С химией у меня все было очень плохо, к сожалению. И по факту, ну, я учился до 9 класса, и химии у меня было месяца два, наверное, всего, потому что то учителя менялись, то что-то происходило, но, в общем, все было не очень с химией. Вот. А гуманитарные предметы, допустим, еще была Михея Ольга Васильевна, это учитель по русскому языку. Вот они вдвоем, совместно с Светлана Николаевной, на меня, да, серьезное влияние оказали. А какое именно влияние? Объяснили то, как вообще работает общество, это по части истории. А Ольга Васильевна учила быть грамотным, потому что сейчас это очень ключевое, одно из ключевых умений любого предпринимателя, потому что умение доносить свои мысли, грамотно общаться, грамотно писать, очень сильно влияет на первое впечатление о тебе. И у меня есть масса примеров, когда люди действительно умны, талантливы, но при этом они не умеют, допустим, грамотно писать, и многие возможности из этого теряют. А химию-то откуда вы все-таки взяли, если у вас в школе ее не было? Отчасти саморазвитие, отчасти общался с товарищами, у которых она была, вот, и так вот получилось. И дальше сами изучали? Да, да, в целом, да. Понятно. А вот Артур, как я понимаю, влияние родителей более плотное, потому что начинался у вас бизнес как? Откуда производство сыра взялось, Артур? Ну, производство сыра, в первую очередь, пошло от того, когда моя мама с папой, когда я как бы уже был в животе, да, они подумали, а чем кормить нашего ребенка, да, там. То есть какой-то магазинной едой, да, ну, в частности, там, не особо, как бы, как я считаю, да, продукты, как это, натуральные, скажем так. Вот, и они решили начинать думать, то есть о каком-то своем производстве, но только для себя, то есть пока что не распространяясь на какой-то бизнес, на каких-то клиентов и так далее, в первую очередь для себя. Мы начинали делать, собрались, то есть пять семей, то есть там друзья, там родственники и так далее. И начали потихонечку из колонны, взяли первую корову, начали варить сыр. Я уже там, условно, там, семи лет тоже начинал этим заниматься. И через два года... В семь лет, что вы делали в семь лет в этом бизнесе? В семь лет в этом бизнесе, в первую очередь, я помогал папе, и начинал в это время, ну, то есть папе, как он строил, там, постоянно какие-то дома, какие-то, ну, в целом, инфраструктуру на ферме. И я помогал ему, да, ну, просто там поднести, отнести и так далее. И в это время уже начинал, как бы, тоже помогать потихонечку, учиться, было интересно, что вообще, как сыр какой-то, да, творог и так далее. Технологии изучать. Да, технологии изучать, и, там, первое время, там, помыть посуду, помочь, подсобить и так далее, да. Сейчас что вы делаете? Сейчас с 12 лет я уже перестал заниматься сыром, ну, примерно, то есть я переключился. Это, так сказать, потрясающе звучит человек, говорит, ну, с 12 лет я уже перестал заниматься сыром, всё уже в прошлом. Ну, да. Простите, мы очень, очень по-доброму завидуя говорим о вашем отношении к возрасту. Ну, то есть после 12 я перестала заниматься сыром, потому что, не скажу, чтобы прям поднадоело, как бы, да, появились немного другие, как это, дела, скажем так, да, то есть мы на тот момент завели перепелов, то есть таких, я думаю, знаете, кто это, маленькие яички и так далее. И что вы делали в этом бизнесе? В этом бизнесе, ну, как бы, в первую очередь я получал какой-никакой доход, да, с него, то есть родители мне за помощь с перепелами, как бы, платили какую-то денежку. Ну, то есть, что... А что вы с ними делали? Ухаживали? Да-да-да, кормлю, убираю навоз, подметаю и так далее. Но сейчас вам сколько? Сейчас мне 15. 15 лет. Какая разница между тем, что вы делали в 12 и сейчас? Вот то же самое с перепелами, или были ещё какие-то новые формы деятельности? Перепела мы, к сожалению, закрыли, так как мне это надоело. Я не знаю, по какой причине вот это произошло. И я начал заниматься футраком. То есть у нас... Футрак у вас? Вагончик, где еда, да? Да-да-да. Которая передвигается, и вы продаёте свои продукты и готовите. Да. Ну, сейчас этот футрак в основном всегда стоит на ферме, на нашей, да, и я в нём готовлю пиццу, то есть там с разными добавками и нашими натуральными продуктами. А кто же у вас потребители? Кто покупатели этой пиццы? Потребители, в первую очередь, наши клиенты, которые покупают наши сыр и молоко, и хлеб, и в том числе и пиццу. Которые знают нас не только в Москве, но и по всему миру. Ого! То есть вы пиццемейкер, как теперь это говорят? Ну, на данный момент, да. Понятно. И чем ваши пиццы отличаются от других? Ну, в первую очередь, я не скажу, что я прям профессионал своего дела, да, я как бы знаю какую-то базу информацию, но деньги я за это получаю за счёт родителей. То есть они мне помогают с этим. То есть у вас не индивидуальный бизнес, а всё-таки вы часть семейного бизнеса? Да, да, да. Ну да. Я не могу себя назвать человеком, который прям работает, но как бы я, может быть, работаю один, но как бы в первую очередь я помогаю, то есть родителям по ферме. То есть в отличие от ваших ровесников, у вас есть полноценная работа? Да, да. Это вас не утомляет? Нет. А меня не может это утомить, потому что когда я сижу там, условно, играю или сплю, я не могу смотреть на людей, которые бегают с вот такими глазами, надо что-то сделать быстрее, там надо убрать, надо прибрать и так далее. И я в первую очередь иду на помощь им, особенно своей маме и своему папе. Я не могу смотреть на них, что они работают, устают, и не помогая им, мне становится плохо. А вот в этих сырах, как я понимаю, это сыры вашей фирмы, да? И в этих продуктах есть какая-то доля, только вашего труда? Долька моего труда в нем есть. Ну, в первую очередь, я знаю большинство из них, как бы, да, в целом, и продаю его тоже я. Продаете, то есть вы продавец. Как тогда ваши деньги определяются в семейном бюджете? Вам платят родители, либо вы сами что-то зарабатываете? Ну, я являюсь учредителем нашей фирмы, да, как и моя мама с папой, и еще там пару человек. То есть я какую-то учредительскую долю тоже себе забираю. Дмитрий, как вам кажется, таких молодых людей, как Артур, сейчас много? Да, вы знаете, к нам в высшую школу экономики очень много приходят ребят, еще буквально с 8-9 класса, которые так же, как Артур, говорят, вот я начал новым видом бизнеса заниматься. Новым? То есть это уже предыдущие и в прошлом? Предыдущие уже в прошлом, да. И на самом деле, мне кажется, это очень хороший тренд, что молодежная предпринимательство, на которой тоже мы в стране делаем определенную ставку, развивается, и развивается с такого юного возраста. Ну, вот мы здесь видим две разных истории, хотя на самом деле типов предпринимателей, в том числе молодежных предпринимателей, гораздо больше. Это, без сомнения, очень большую важную роль играет семейный бизнес и семейное предпринимательство. И, с другой стороны, это технологическое предпринимательство, когда молодые ребята с горящими глазами, заинтересованные в возможности их технологии, находят новые решения. Пути предпринимательства, как я слышу, в том числе, когда общаюсь с молодыми ребятами, которые к нам потом поступают в вышку и учатся на разных факультетах, очень разные. Кто-то приходит через семью, кто-то приходит через совершенно случайное истечение обстоятельств, кто-то... Мне очень понравился студент, который, кстати, как раз на факультете вашем и на программе государственного муниципального управления обучался, значит, который девушке хотел цветы купить. И это была... Это была его мотивация, да, это была отправная точка. Прекрасная мотивация. Вы можете уже за свои деньги купить девушкам? Безусловно, так и делаем. Ирина, как вам кажется, что мотивирует молодых ребят, вот возраста наших прекрасных собеседников, сегодня идти в предпринимательство? Ну, здесь важным условием является то, что, в принципе, у молодых людей есть возможность проявить свою инициативу. Раньше таких возможностей не было. И неважно, в какой сфере эта инициатива могла бы проявиться, в сфере предпринимательства или в сфере гражданской активности. Природа у этого поступка все равно одна. Даже те, кто занимается предпринимательством, и если вдруг они осознают социальную ценность того, что они делают, они вообще огромные молодцы. Соответственно, здесь вопрос даже не то, зачем и почему им это надо. Понятно, там, для самореализации, чтобы быть более самостоятельными, получить, так сказать, независимость и так далее. А важнейшим условием как раз является то, что безбарьерная возникает среда для реализации вот этой самой инициативы. Мы когда проводим наши исследования, мы видим мониторинг состояния гражданского общества в высшей школе экономики уже 18 лет, и мы видим, как группа тех молодых людей и не очень молодых людей, которые вовлечены в предпринимательство, насколько они более активно вовлекаются в различные формы гражданской активности. Те, кто занимаются предпринимательством, они чаще, кстати говоря, даже являются и волонтерами. Хотя, казалось бы, одно другому противоречит. Человек тратит свое время на зарабатывание денег. Но нет, человек является ресурсным. И для того, чтобы это отдать, свой ресурс, неважно, деньги или время, он это должен каким-то образом сначала приобрести. Заработал человек, делает денежные пожертвования. Он уже актор гражданского общества. Если у него хорошее образование, он не бегает по трем работам, значит, у него есть время для того, чтобы его пожертвовать, потратить на благо других людей, кто нуждается в его помощи. Давайте посмотрим еще один сюжет. Ульяна знает, как создать бизнес, приносящий не только доход, но и пользу. Идея открыть свою кофейню пришла Ульяне в девятом классе. Школьница не стала ждать получения аттестата и в 14 лет начала свой бизнес. И вот уже два года каждое утро Ульяны начинается с кофе. Это была кофейня формата кофе с собой. Это одна небольшая стойка с кофемашиной, с кофемолкой. И вот так вот мы с первой партией 10 стаканов открылись и начали готовить кофе. В родном Новокузнецке о юной бизнес-леде написали во всех местных газетах. Переходный возраст героини неудачно совпал с неожиданной популярностью. Было страшно. Вы сами понимаете, 14 лет возраста, совершенно никакого опыта, получится, не получится, неизвестно. Были и слезы, и истерики. Одноклассники меня поддерживали, что-то достаточно неожиданно увидеть от сверстников. А учителя в свою же сторону отнеслись чуть хуже. И недоброжелательно. Открыть кофейню стоило 60 тысяч рублей. 30 тысяч Ульяна накопила. Она с 12 лет подрабатывала фотографом. Остальную сумму дали родители. Самое главное, что они сделали, это никак не ограничивали, не оставляли никаких рамок. Я была вольна делать, что я хотела. Собственно, поэтому все и получилось. На кофейне Ульяна не остановилась. В этом году рядом открыла магазин спортивного питания. Я всю жизнь сама в спорте им занималась. Поэтому сейчас начинает набирать популярность. Поэтому я хочу быть к этому причастна. Помогать людям вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за собой. В свои 17 лет Ульяна является индивидуальным предпринимателем и полностью юридически эмансипированным. Снимает отдельную квартиру, сама себя обеспечивает. Желание все бросить появляется каждый день. И иногда по нескольку раз. Но на мне есть ответственность со всех сторон, перед моими поставщиками, клиентами, перед огромным количеством людей. У меня, конечно же, есть кредиты. И это является еще одним, самым главным мотиватором не сдаваться мне каждый день. В планах Ульяны поступить в университет на экономиста. Но позже. Пока все время занимает работа. Отдыхать девушка редко, но тоже с пользой. На катке или на занятиях музыкой. У меня появилась такая прекрасная возможность вернуться на лед в качестве тренера и помогать растить подрастающие поколения и воспитывать их. Молодым людям, которые собираются открывать свое дело, я бы посоветовала в первую очередь пробовать, пробовать, еще раз пробовать. Не бояться подходить, все у всех спрашивать, просить, задавать вопросы. Потому что только через опыт и большое количество проб и ошибок можно прийти к какому-то крутому результату. Скажите, что у вас с финансовыми показателями? Можете ли вы назвать, сколько вы сейчас зарабатываете? Артур. Сколько я сейчас зарабатываю? Ну, смотрите, в первую очередь, всегда все по-разному. Сколько пиц продали, сколько сыра продали. На что хватает? Сформулируем вот так. Вот лично вам, Артуру, 16 лет. 15, да? 15, извините. Забегаю вперед. 15-летнему юноше на что хватает своих денег, не родительских? Своих денег, ну, в месяц имеете в виду? Ну, как вам удобней? Ну, наверное, в месяц, я думаю, что как минимум одну гитару можно купить. Ого, хорошую гитару? Ну, такую, да, в среднем сегменте. Тимофей, что у вас сейчас с доходами, на что хватает юноше в 17 лет? На все, что надо. Давайте отвечу вам так. Я думаю, что юноше много чего надо. Ну, можете примеры пустить? А может, немного надо. Да, что вы, например, приобретаете за свои деньги? Мой уровень потребления – это пачка чипсов и несколько шаверм. Поэтому я просто, ну, когда деньги действительно появляются, они перестают быть интересными, я вам так скажу, на мой взгляд. Хорошо. А в чем тогда цель? Обычно считается, что предпринимательство – это цель достичь каких-то финансовых результатов. В состоянии цель. Состояние с точки зрения финансового состояния или состояние души? И то, и то. И то, и то. А тогда ваши ближайшие финансовые цели какие? Ну, я… Финансовые цели по именно состоянию – ну, 5 миллионов долларов через, не знаю, месяц, ну, через полгода. Если сделка свершится сейчас, то будет через месяц. Значит, через полгода или через месяц вы можете достичь какого результата? Ну, именно в личном состоянии около 5 миллионов долларов. Еще раз? Если говорить про личное состояние, а не про личные доходы. То есть это оценка компании, которыми я владею. Я понимаю. То есть ваша компания может быть оценена в 5 миллионов долларов? Ну, несколько компаний. То есть мы сейчас… Вот, допустим, компания с тканью, про которую я сейчас говорил, она оценивается в 150 миллионов рублей. То есть это полтора миллиона долларов. Есть еще несколько компаний, которые оцениваются примерно в столько же. Если сейчас мы успешно завершим сделку и подпишемся по постройке одного из предприятий в Нижегородской области, то будет примерно около того. А что тогда насчет состояния души? Что для вас важно в этом аспекте бизнеса? Исключительное удовольствие от жизни – это о чем ты занимаешься. Потому что когда, допустим, я провожу встречи там на каком-то плюс-минус высоком уровне, да, условно говоря, либо в министерстве где-то, либо где-либо еще, и вот ты сидишь и понимаешь, что у тебя 17, а вот человек, который за соседним столом, ему 40. Но вы сидите плюс-минус на одном уровне. Это вот да, это очень сильно удовлетворяет. А если бы это было состояние души, то же самое, но только без монетизации? Вот вы, как ученый, молодой, такой же 40-летний рядом и одинаковый статус, но это бы не сулило вам в ближайшем будущем 5 миллионов долларов в оценку компании? Ну, не знаю. Возможно, было бы тоже интересно, на самом деле. Потому что, я говорю, деньги перестают интересовать после того, как они появляются. Артур, а у вас состояние души в процессе вашего бизнеса важно для вас? Да, в первую очередь, ну, даже когда ты готовишь продукты, должен эмоционально себя хорошо чувствовать, чтобы направить в него нужную энергию, чтобы человеку было... Пицца должна быть заряжена вашей энергией. Да, да, я так считаю. А если мы говорим про состояние души, то, в первую очередь, наверное, куда я выгружаю какой-то эмоциональный гнев, можно так сказать, в свою музыку, которая, скажем так, не для всех, да, пишу какие-то там злобные тексты, но это лично мое, как бы, занятие. И вот эту всю эмоциональную составляющую я сливаю туда. После этого мне становится легче, и я понимаю, что я что-то доношу до мира. А что, понятно, вы вкладываете свою энергию в вашу пиццу, в продукты, а что эта работа вам дает? Работа дает мне заряд энергии того, что, в первую очередь, я движусь с каким-то своим целем, да, зарабатывая на них. И, в первую очередь, еще, естественно, помощь своим родителям, потому что я их очень люблю и хочу им помогать. Отлично. Дмитрий, в чем разница между этими прекрасными молодыми предпринимателями и предпринимателями, ну, условно говоря, нашего там возраста, в чем отличие? Ну, прежде всего, жизненный опыт. Давайте мы сначала найдем на них что-то общее. Мы уже немножко говорили про вот этот мотив заняться чем-то, что меняет жизнь вокруг, да, и это, кстати говоря, исследования в предпринимательстве давно смогли выделить вот этот уникальный психологический такой паттерн, это внутренний локус контроля, когда люди, которые отвечают на вопрос, какую жизнь я хочу иметь, какие цели я хочу иметь, они находят внутри себя ответ, я должен поменяться, я должен изменить себя прежде всего, и тогда мир будет меняться. Это такая интересная особенность, которая зачастую именно она отличает людей, которые готовы заниматься реальным предпринимательством, никто не готов заниматься предпринимательством. Мне кажется, что общее есть у любых молодых ребят, которые в раннем возрасте вовлекаются и в семейное предпринимательство, и в технологическое предпринимательство, и в любое предпринимательство, что на самом деле ребята разными проектами занимаются в молодом возрасте, Но дальше, как расходится их история, это уже вопрос как раз шишек, которые набивает себе каждый предприниматель. И внутренние проверки, на что ты готов дальше. Потому что вход в предпринимательство с теми или иными барьерами, о которых мы тоже уже говорили, с поиском тех или иных точек входа, это одна история. Другая история, это то внутреннее сражение, через которое проходит любой предприниматель, когда он уже начинает нести ответственность не только за себя, не только за свои амбиции, но и за других людей, за капитал. Одно дело взять на себя обязательства перед внешним инвестором о том, сколько может стоить твоя компания. Другое дело отвечает за обязательства, сколько на самом деле стоит твоя компания, с точки зрения этих результатов, которые эта компания способна принести в ближайший год, ближайшие два года. И вот здесь все ребята, независимо от того, в каком возрасте они начинали свою карьеру, получают самую большую школу жизни. Это первое увольнение, первая ситуация, когда ты понимаешь, что... Когда, извините, когда они вынуждены уволить. Когда они вынуждены уволить человека, который зависит от них, у которого жизнь складывается вокруг этой зарплаты, вокруг этих денег, может быть, у него там ипотека, может быть, у него там какая-то жизненная ситуация, а ты его увольняешь по разным причинам. Может, потому что ты считаешь, что он плох в своей работе. Может, потому что развитие бизнеса требует изменения планов. И вот эта вот ситуация, когда ты становишься лицом, принимающим решения, отвечающим за свой капитал, а у предпринимателя, это то, что очень рано приходится узнавать, нет лимитов ответственности. Они, конечно, есть у нас с точки зрения, допустим, организационно-правовых форм, но реально, и речь, опять же, даже не про правовые категории, субсидиарная ответственность, а речь о внутренней ответственности. Ты отвечаешь перед всеми. Нет никого другого, на кого можно было бы перенести ответственность. Скажешь, что это вот он виноват, это не я. Ну а что, давайте посмотрим еще один сюжет о том, чем занимается предприимчивая молодежь. Ежегодно Форбс пополняет список молодых бизнесменов. В 2024 году самой юной миллиардершей стала бразильянка Ливия Фойт. Ее состояние в виде пакета акций составляет 1 миллиард 100 миллионов долларов. Россия также полна молодыми атлантами. Особенно отмечается присутствие молодежи в наукоемких отраслях бизнеса. Так, например, 25-летний Дмитрий Данилов является основателем и владельцем самой крупной в стране компании в области образовательных технологий. Ее выручка составляет 3 миллиарда рублей. По данным Минэкономразвития, с начала 2024 года количество молодых предпринимателей и самозанятых граждан в возрасте до 25 лет выросло на 42% и уже составляет почти 5 миллионов человек. В это число вошли Арсений Балакир и Иван Петров, ученики 10-го класса из 109-й школы Москвы. Реализация их идеи требовала научных знаний и особых навыков. Есть три вида аппаратов. Первый вид аппаратов наиболее удешевленный, он работает от питания в парке, то есть предусмотрены специальные отверстия в откомате, куда проводится питание. Второй вид – это на аккумуляторе, который чуть дороже. Он уже полностью автономный, стоит на аккумуляторе, но аккумулятор надо менять раз в какое-то время. И третий вид, который используем мы в наших откоматах – с солнечной батареей. То есть он полностью автономен. Ребята изобрели и ввели в эксплуатацию в шести точках Москвы автомат для корма уток – уткомат. И сейчас активно развивают свое предприятие, устраняют технические несовершенства и надеются на увеличение продаж и расширение сотрудничества. У нас было много проектов всяких, которые какие-то потерпели на даче, какие-то были честно успешными, но, конечно, не настолько, как этот. Мы всегда искали какие-то потребности людей, которые могли бы удовлетворить, и, соответственно, тоже как-то что-то от этого получить. И мы обнаружили, что люди вообще не в курсе о том, что утки буквально умирают от хлеба. У них вызывает огромное количество болезней, и белый, и черный хлеб при этом. И, соответственно, решили дать им альтернативу в виде вот такого вот аппарата, который позволит им кормить уток за буквально по себестоимости корма, и при этом получать удовольствие и развлекать детей, например. А здесь только общие настройки. Это настройка солнечной батареи, это настройка контроллера, и через него устанавливаем данные для того, чтобы измерить порцию корма и сколько будет скрутиться шнека. Это, безусловно, это у нас раньше, но не смогли сделать это так, как сделали мы. То есть не было специализации, потому что это был обычный автомат, который вместо чипсов и газировки загрузили в форум-пакетик. Изобретатели монетизировали свой труд и знания. Уже в 16 лет они имеют стабильный доход. Друзья советуют сверстникам не опускать руки и не бояться обратиться за помощью к старшим. Потому что это некоторая свобода, и к тому же мы не ждем, то есть мы действуем. И если бы мы просто двигались по обычным течениям, скорее всего, нам бы потратилось больше времени, и мы бы уже были гораздо старше, когда вот это вот бы совершали. Желание реализоваться как можно раньше, и то есть иметь какую-то некую, да даже финансовую тоже свободу. И просто желание развиваться. А старшие предприниматели, они, ну, сталкивались ли вы с вашими коллегами-конкурентами более старшего возраста? Да. Какое отношение? Искусственно уважительное и, скажем так, респектабельное. То есть люди уважают это. Когда они видят, ну, то есть у меня вот самое частое, что люди говорят, вот я там в 17 лет вообще о таком даже не думал, там, этого подобного не занимался. И многие рады видеть во мне как бы человека, который разделяет с ними какую-то деятельность, и многие идут на контакт, достаточно хорошие как бы. Особенно, когда есть некоторая узнаваемость. Изначально с этим не очень хорошо, но когда есть появляется какая-то узнаваемость, там, какие-то статьи про тебя пишут, да, там, ТАСС или какие-то другие авторитетные ведомства, не ведомства, а СМИ, то, да, люди к этому начинают положительно относиться. Артур, а когда, вот, например, если ваш фудтрек бывает, что он стоит где-то, где много других таких же фудтреков, какие-то праздники, фестивали? Да, 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 был такой фестиваль. Да, так бывает тогда, значит, соответственно, в других фудтреках более взрослые предприниматели. Их оценка? Их оценка, ну, в первую очередь, тоже удивительная, да, что вообще такой человек, как бы, если мы работаем на выездах, это у нас было, по-моему, 2-3 раза, мы особо не выезжаем никуда, нету времени и сил, и людей. И как бы я катаю тесто, да, и еще там 3-4 человека со мной работают также в фудтреке. Ну, они и заглядывают, офигевают, и разворачиваются, и уходят. Ирина, меняется ли отношение общества к молодым, к юным предпринимателям? Ну, отношение общества меняется вообще к молодым людям, которые проявляют активность. Вот мы сегодня говорим только о предпринимателях, но очень хочется, чтобы мы не забывали, что молодые люди себя проявляют в нашем обществе в абсолютно разных сферах. Я сейчас не говорю о спорте и об искусстве, я говорю о тех, кто реализует социальные проекты. И когда мы начинали наш мониторинг 18 лет назад, тогда мы спрашивали, как вы считаете по всероссийской репрезентативной выборке у взрослых россиян, трудно или легко быть общественно активным человеком в нашей стране? И тогда была преобладающая точка зрения о том, что трудно быть общественно активным человеком в нашей стране. Я хочу сказать, что она и сейчас не поменялась, несмотря на то, что барьеров на пути реализации своей вот этой активности стало меньше. Но и конкуренция в этой сфере тоже выросла. И вот это вот проектное мышление, которое развивается у нашей молодежи, это очень важный такой навык, который они пронесут по жизни через всю жизнь. Не важно, в какой сфере вот этот вот проект, так сказать, будет реализован. Потому что коллега говорит о том, что вот, там принимаются решения и так далее. Также такие же решения принимают люди, которые работают в некоммерческих организациях, у которых как раз цель не состоит в получении прибыли. Вот Тимофей, он чем-то по своему складу характера очень похож на НКОшника. Мне вот очень даже, ну, я извиняюсь перед всеми сейчас людьми, которые работают в НКО. Возможно, кто-то подумал, что я пренебрежительно сказала про НКОшников. Но я любя сказала, да, про этих людей, которые занимаются как раз тем, что они производят некое общественное благо, в первую очередь думая, так сказать, о пользе других людей, помогая своей целевой аудитории, тех, кто является их благополучателями. Им особо не важно, да, конечно, очень нужно, чтобы у них были деньги, как бы на жизнь, понятно, все такое, да. И вот Тимофей, он очень похож на такого человека. Не могу не спросить, а поменялось ли все-таки это отношение в обществе? Все-таки мы росли и этих молодых предпринимателей воспитывали, условно говоря, базово бабушки и дедушки, которые, мамы и папы, которые росли в обществе, где считалось, что богатым только нечестный может быть, что только можно украсть, что честные люди богато не живут. Вот остатки того старого прошлого. Поменялось ли это отношение или нет? Здесь, знаете, здесь две стороны вопроса, мне кажется, это есть. С одной стороны, возможно, рискую скорее влезть в зону. Не поменялось. К богатым людям до сих пор отношение такое. Ну, я прямо буквально на днях читала результаты свежайшего исследования, как раз про отношение к богатым людям. А тут не про богатых-то людей. Да, мы же в данном случае говорим не о богатых людях. Кроме того, богатые люди, условно говоря, 90-х и нынешние, это вообще две совершенно разные категории. Нынешние богатые люди научились быть привлекательными для общества. Они не только создают свои частные фонды, их компании реализуют крупномасштабные проекты корпоративной социальной ответственности. Они много что поддерживают и так далее. То есть это такой идет взаимный обмен ресурсами, что просто быть богатым и тебя как бы за это будут как-то не уважать, да, скажу я так. Уже как бы мало у общества таких вот поводов. Обеспеченные люди научились нравиться. Хорошо, но предприниматели это не всегда, не обязательно человек богатый, но это человек, который всегда виден, заметен. Их считают еще с выскочками, и тебе что, больше всего нужно, или уже так не считают? Мне кажется, что общество именно в этой стороне поменялось, по крайней мере, я смотрю сейчас и на абитуриентов, которые к нам приходят, к нам в высшую школу бизнеса, в вышке приходят очень много амбициозных ребят, их родителей. И для них, когда мы обсуждаем в том числе карьерные перспективы создания собственных инновационных проектов, это звучит как очень хорошая альтернатива, потому что сегодня есть много примеров, на которые ориентируются сегодня люди в обществе. появились образы не только красные пиджаки из 90-х, но и молодые ребята, которые создают удивительные вещи. Есть еще несколько интересных цифр, которые, думаю, покажут вам, что же такое молодые предприниматели сегодня. В частности, в России за 4 года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет, это о чем говорил Тимофей, когда говорил, что общается, выросло более чем в полтора раза. Число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет с 2019 года выросло аж на 65%. И только за последний год число таких ИП увеличилось на 20,5% до 41 тысячи. И это данные, которые предоставила Минэкономразвитие. Ну что ж, молодые юноши и девушки, у них есть возможность превращать свою мечту в реальность, создавать свой бизнес и воплощать все увлечения в жизнь, и тем самым зарабатывать самим и развивать нашу страну. А вот где еще можно себя проявить и какую помощь могут получить молодые предприниматели, мы обсудим в следующих программах. Мы встретимся в этой студии и обязательно поговорим.